Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин, мы обсудим с вами очень важные моменты, аспекты. Возможен ли откат, возможно ли упасть. Затронем биткоин-доминацию, крайне важный момент. Поговорим про эфириум, сравним с биткоином, когда нам ждать рывка, и поговорим именно ту закладку, которую я сделал в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь на тему недельной дивергенции. О ней я говорил во вчерашнем видео, во вчерашнем посте и в голосовом. Поэтому обязательно подписывайтесь, слушайте. Все это никогда не будет в видео. Начну я с маленького объявления, буквально лаконично. Важное объявление, связанное с биржей BitGit. Тем, что регистрируясь от меня, вы получаете бонус на первый депозит до 30 тысяч долларов. Можете попасть в бесплатный закрытый реферальный чат и прочее. Все изучить можно здесь. Поэтому переходите в телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Нажмите еще и изучить. Так вот, давайте затронем важнейший момент, который я обсуждал уже во вчерашнем видео. Еще раз в посте и голосовом. Значит, я выстроил траекторию, которую я ожидаю увидеть у биткоина. То есть движение с понедельника до района 29.920 плюс-минус. Но, к счастью, мы кольнули именно эту цифру. После чего я ожидаю движение как минимум до 31.627. Но также у нас остаются важные зоны поддержки. Это 29.400 и 28.830 плюс-минус. Кстати, важные зоны поддержки сопротивления я каждый день описываю в своем телеграм-канале вот здесь. То есть, где можно установить ведро или фиксировать прибыль частями. Таким образом, это направление, то есть достижение лонговых целей в направлении трех индейцев. Сейчас у нас, безусловно, боковик. Безусловно. Я вам это сейчас докажу. То есть, почему он есть или почему он даже будет. Если мы будем исходить из недельного таймфрейма, вот так выглядит наш третий индейский час. То есть, он получил старт. То есть, он уже реализован и де-факто, и де-юро. Но хотелось бы все-таки увидеть ту компромиссную цель, которой мы стали 35 тысяч долларов за биткоин. Она все еще реальна. Но есть еще домоклов меч, который занесен над нашими шеями. Еще раз повторюсь, это очень важно для тех, кто хочет полонговать погорячее. Это дивергенции на таймфреймах от одного дня до недели. Я об этом говорил еще раз повторюсь, весь вчерашний день. Видео, голосовое и пост. Это важно. И я сегодня еще эту тему затрону. Так вот, вот так выглядят три индейца. И теперь, касательно трех индейцев. Какие возможные коррекции мы можем получать? И то, что происходит, это нормально? Соответственно, мы с вами получили вот эту недельность еще первую, лонговую. Соответственно, коррекция у нас пошла до 0,236 по ФИБе. Вот здесь. Обратите, пожалуйста, ваше внимание. Отлично. Замечательно. Тютелька в тютельку. Хорошо. Дальше. Следующая импульсная свеча. Второй индейец, который был. Обращаю внимание. Коррекция 0,236. Четко, выверено. Замечательно. Естественно, мы обсудим и текущий момент. Но я вчера говорил, что мы можем пребывать в боковике даже три недели. Откуда они вообще родились из моих уст? Вот отсюда, например, раз, два, три. Три недели. После чего еще рывок. Только после этого падения. То есть, еще рывок. Это тоже мы вчера говорили в видео. В принципе, пребывать в боковике три недели, а то и больше. Это не проблема. Но коррекция по 0,236 была здесь и здесь. Хорошо. И вот теперь посмотрите, что мы имеем. На текущий момент времени мы сходили в 0,236. То есть, подобная коррекция заявляет нам о том, что быки очень сильны. И, соответственно, от этой зонки мы можем совершить вот это движение в район 33 тысяч плюс-минус. Конечно же, чем выше, тем лучше, да, в райончиков 0,618, как мы с вами рассуждали. В 35, как компромисс. Но нужно быть реалистами и смотреть на ту актуальную информацию, которую нам дает каждый дневной таймфрейм и недельный таймфрейм. Наша хочуха – это одно. Но реальности иногда не сочетаются с фундаменталом, анчинметрикой. Да и, в принципе, экономикой мировой. Так вот, это то, о чем очень важно было бы вам сообщить. То есть, то, что сейчас происходит, это нормально. И может еще продлиться минимум 2 недели. Минимум, друзья. Поэтому я и писал, и говорил, что если вы пребываете сейчас вне позы, нормально, посидите на заборе. Галанговать высоко – опасно, лучше скальп. И шортить прямо сейчас, в глубокую залазить, будучи аквалангистом, тоже нехорошо, недопустимо. Сейчас правит балл – скальп. Короткие сделки – зашел – вышел. Или же просто сидеть на заборе. Не обязательно заходить в каждую сделку бесконечно. Вы можете посидеть неделю, две, три. Можете месяц подождать идеальную точку входа, чтобы в долгую зайти. Если вы не понимаете, что такое скальп. Хотя много обучающих видео есть у меня на канале. Плейлист обучение и плейлист скальп. Все бесплатно и доступно для вас. Максимум, что закрыто – это видео в реф-чате. Но это, как говорит Канецкий, совсем другая история. И тут же хочу вас обрадовать, что даже если цена сходит в 0.382, в 0.5 или даже в 0.618 – это все равно ничего страшного. Это будет адекватная нормальная коррекция. Только будет говорить о том, что быки сдают позиции. И чем ниже коррекция, тем хуже для быков. И, скорее всего, если мы все же потеряем 0.5, что-то мне подсказывает, что это будет уже чуть-чуть более глубокое движение и повторное касание 25 тысяч как минимум. Я об этом рассказывал в более поздних видео, но сейчас у нас новая страница. И мне придется очень долго сейчас рассказывать, что я говорил. Поэтому не поленитесь, посмотрите видео, например, начиная от 10 апреля Италии. Но идеальнее всего сохранить вот эту позу. А скажите, пожалуйста, вот эти районы 30 тысяч, 29 400 – вот эта зона нормально? Более чем. О ней говорили и вчера, и показывай сейчас. То есть вот этот вот наш блок, но он работает еще на этой неделе, да, как вы его любите назвать, Папа Бетон. Соответственно, 29 920, 29 400, 28 800. 28 800 – это 0.5 по Фибоначчи. То есть, в принципе, можно касаться этой. Еще и почему это нормально? Так как третий индейец, он самый хлипкий считается, силы постепенно покидают. Поэтому важно, как закроется неделя. Но нужно учитывать, что мы все это время с пятницы просто пребываем в коррекции. Просто в боковике. У нас свеча похожа на волчок, но она еще не закрылась. Говорит о том, что и быки, и медведи борются друг с другом. Но еще раз опять повторюсь, я четко вижу боковик. Пока за рамки мы никуда не уходили и не падали, и не выпадали. Поэтому здесь мы доказали, что по Фибоначчи коррекция пока идеальна. Теперь, учитывая биткоин-доминацию, я хотел вам еще раз напомнить. 52 37, хотя вчера дал маху 52 40. Давайте я исправлю, друзья. То есть, это локальная зона сопротивления достаточно сильно в данном блоке. Это там, где жида биток. Вы помните, я делал вот этот очень подробный выпуск про биткоин-доминацию. Я собрал там все, что я говорил про биткоин-доминацию. И если от этой точки идет коррекция, то есть боковичок, в этой связи альты начнут стрелять. Важно отметить, что вот этого движения вполне, обратите внимание, вот это движение, да, в 1%, вполне может хватить, чтобы биткоин совершил вот этот рывок до 32 500, как минимум, а то и 33 400. То есть, потому что все-таки 31 600 это цель вроде бы как промежуточная, и ее брать, но должны. А вот 32 500 точно так же напрашивается. Хотя днем сегодняшнем мы уже получили определенную блокировку по сопротивлению в 32 175. То есть, определенная зона, на где может цена становиться. Но это еще в рамках, повторюсь, данной недели. Почему важна биткоин-доминация? Потому что если биток уходит в свой адекватный боковик по биткоин-доминации, то альта начнет люто стрелять. Если вы получите лютый откат, то и альта очень серьезно пойдет в такие серьезные большие откаты. Поэтому все должно быть адекватно. Еще раз очень подробно показывал в этом видео. Теперь давайте поговорим про биткоин и, конечно же, эфириум. На самом деле, эфириум еще не использовал свой максимальный потенциал на текущий момент. Вы помните, мы фиксировали сами цели различные, да, то есть мы их всех реализовываем. И мы сейчас уперлись в глобальный блок сопротивления, в его локальную зону. Первое. Мы видим реакцию от этой зоны. Все было нарисовано давным-давно, поэтому это лишний раз подтверждает магию ТА. Так вот, магия ТА что еще показывает? Что мы по манифлоу не зашли даже в зону перекупленности, не говоря уже про тотальную. И по денежному потоку, динамичному, мы двигались из перепроданности, дошли только до медиана. Мы еще не находились ни в перекупленности, ни в тотальной перекупленности. Таким образом, у эфириума есть запас прочности. Преодолев, какой же запас? Пробить вот эти свои ненасытные 2000. Это ровно то, что сделал биткоин с 30 тысячами. То есть, пробив 30 тысяч после экологической отметки, ее нужно удержать. И, соответственно, двигаться дальше вверх. То, что сейчас и делает битокс, за что ему спасибо. Эфир тоже планирует сделать то же самое. Пробить 2000, закрепиться и пойти дальше вверх. Потому что 2000 мы тестили уже два раза. Здесь мы сломали нисходящий локальный тренд. Находимся во восходящем, локальном и глобальном. И, соответственно, необходимо прийти сюда. Если учитывать вот эту структуру, то это у нас бычий флаг и потенциал, который уравняется 22168. Поэтому, друзья, именно на это плюс-минус мы и нацелены. То есть, не просто пробить 2000, а в идеале пробить вот этот глобальный блок сопротивления. Причем, еще раз, по деньгам у нас запас есть. Чего нельзя сказать про биткоин. Мы были уже в перекупленности. И были в перекупленности по динамичному money flow. Что важно отметить? По дивергенциям. Подходим к этому вопросу. Значит, дивергенция между вторым индейцем и третьим отсутствует. Потому что мы, соответственно, перебили максимумы. Но присутствует длинная между первым индейцем. Вот здесь. То есть, цена двигалась вверх, а деньги на текущий момент выходят. И я говорил еще раз. Вчера весь день. Голосовое пост видео. Важно перебивать. Еще подтверждений нет. Мы еще двигаемся вверх. Если мы сможем перебить вот эту тотальную перекупленность. Хотя бы дойти в район 97, а лучше даже в соточку. Это была бы сказочка. Это была бы финалочка для третьего индейца. И тогда никакого происхождения не было. А третья коррекция, которая в своей коррекции может нас опустить в район 25 тысяч тире 20. Что по Вайкову не должно случиться. Однако коррекционно имеет место быть. Но мы знаем, что Вайков нас еще ни разу не подводил. И это видео тому подтверждение. Точно так же по динамичным. То есть мы имели пик. Сейчас имеем текущий максимум. И соответственно у нас есть расхождение. То есть движение вниз, а цена вверх. И соответственно если мы сейчас не совершим перебой. Не зайдем хотя бы до 0.31. То может случиться откат достаточно существенный. То есть как мы говорили опять 25. Поэтому эфир в этом смысле смотрится чуть-чуть пободрее. И почему я сравниваю эфир. Потому что учитывая биткоин доминацию. То есть добравшись до своего максимума. Устроить свой пик при откате либо быковике. Как раз таки деньги будут высвобождаться. Это еще один из намеков того, что биткоин начал сдавать позиции. Вывод. То есть падение биткоин доминации. Деньги переливающиеся в альты. Как это было например вот тут. Поэтому биток пока еще силен. И соответственно на этом фоне при падении биткоин доминации. Эфир должен будет расти. И реализовать свой потенциал. Это мое личное мнение. И теперь по поводу недельной дивергенции. Важно отметить, что в своем телеграм канале. Вот в этом посте. Я пишу и говорю. Что вот видео. Вот это из видео. Предыдущее. Пятницу. А это то, что сейчас происходит. То есть денежный поток намывается. Я за этим слежу с 22 года. Более полгода. Более полгода я об этом рассказываю. И сказал, что если мы здесь выпишем. Голову с плечами не получим подтверждение. А мы его получили на той неделе. Еще и на этой подтверждении. То есть держите меня семеро. Деньги заходят. И при заходе денег. Не важно как ведет себя дивергенция там или еще что-то. Ровным счетом она будет слабая. Неусиленная. Она может быть даже в виде боковика. Либо небольшого отката. Это очень-очень-очень позитивно для глобального восстановления биткоина. Так вот здесь же я касался момента про дивергенцию. И эта дивергенция. Обратите внимание. Цена чуть-чуть вверх. Да. То есть небольшое расхождение. А RSI у нас идет вниз. То есть понижающийся максимум. Если мы не совершим перебой максимума. То соответственно мы получим подтверждение дивергенции на следующей неделе. Но опять же нужно будет смотреть. Та же история у нас и с MACD. То есть он сейчас растущий. Если вдруг начнет закругляться, все, конец. Но он еще растущий. То есть это лишь формирующаяся дивергенция, которая легко может быть перебита. И ровным счетом мы выходили из тотальной перепроданности. Только зашли в зону роста. То есть была коррекция. Стандарт на середине. И теперь должен быть продолжение роста. Поэтому тут даже при текущем MACD. То есть что он может. Даже можно и 40 тысяч увидеть. О которых мы говорили по объемам. Та же история. То есть объемы недостаточны. Да, не увеличивается. Но нужно увеличение продолжения. И перебой вот этого максимума. Чтобы не было расхождений. Естественно, денежный поток. Необходим разворот и перебой этого пика. Чтобы у нас был честный рост. Но, как вы видите, это пока отсутствует. И индикатор, который вот у нас здесь есть. Я с ним вас знакомил. Он дивергенция. Он выдает, что мы имеем расхождение по гистограмме. РСС-тохастик. Ну там у него своя система, своя структура. У меня свои подтверждения. Так вот. И да, если цена пойдет вверх, естественно, это пропадет. Нужно об этом понимать. Поэтому у него еще нет подтверждения. То есть подтверждение будет вот здесь. Так вот сейчас это есть. Но еще только середина недели, друзья. Еще до конца недели все может случиться. Но вы должны быть очень серьезно напряжены. Поэтому здесь, я говорю, панике еще. Поддаваться рано. А только в понедельник мы поймем с вами, в каком мы сейчас состоянии. Поэтому длительные лонги опасны. Длительные шорты в том числе. То есть краткосрок. Те, кто в лонгах были здесь, то, естественно, стоп лоссов, тейк профиты. Почему бы их и не поставить? Они должны уже стоять. Поэтому не влетайте на хаях. Сейчас влететь на хаях вот здесь смерти подобно. Здесь еще было более-менее. Здесь еще было более-менее. И здесь было более-менее. Но вот здесь это уже реально смерти подобно. Поэтому будьте очень аккуратны. Если сильно колется, зайдите на маленькую копеечку. 0.1 от депозита или на 1% от депозита. Будьте умны. Это то основное, что я хотел вам рассказать и показать сегодня. Обязательно вступайте в мой телеграм-канал. Торгуйте от меня на бирже BitGit. Так вы сможете попасть в закрытый реферальный бесплатный чат. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки. Не забывайте, что у меня есть твиттер. Здесь я иногда даю даже больше, чем в телеграм-канале. И помните, что хороший трейдер – это не тот, кто торгует стабильно в плюс. Это тот, у кого, если взять клавиатуру и потрясти, оттуда выпадет 4 килограмма еды. Потому что хорошему трейдеру обедать за столом некогда. Ну а у плохого трейдера, конечно же, рабочий стол глянцем блестит. На этом все. Увидимся.